Ни для кого не секрет. Цены на продукты и товары, а также всевозможные услуги повышаются с безумной скоростью. С тысячей рублей в магазине затариться удастся хорошо, но если только на день. Летом в Алтайском крае инфляционные процессы ускорились значительно. Эксперты отмечают, что июльская инфляция существенно превысила июньскую. Разогналась с 9 почти до 10 процентов. И объясняют причины такого скачка. Основные причины это индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг с 1 июля, а также повышенный потребительский спрос на отдельные услуги. В связи с ростом популярности внутреннего туризма ускорился годовой темп роста цен на авиабилеты. Да и в целом, утверждают эксперты, экономика сейчас находится в перегретом состоянии. На рынке труда сохраняется дефицит кадров, чтобы их привлечь поднимают заработные платы. При этом потребительский спрос на отдельные товары и услуги остается высокий. Предприятия не успевают за спросом, поэтому вынуждены повышать цены на свою продукцию. А это по итогу выливается в ускорение инфляции. Центробанк в этом году уже не один раз повышал ключевую ставку, утверждая, что только так инфляционные процессы можно замедлить. Я могу сказать, что ключевая ставка останется на высоком уровне довольно продолжительное время. Это требуется для того, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4%. Если потребуется, не исключено еще повышение ключевой ставки в этом году. Это значит, что ставки по кредитам для населения тоже снова увеличатся и желание брать что-то в кредит у людей уменьшится. А это и ведет к снижению инфляции. По крайней мере, так говорят эксперты Центробанка. По их прогнозам, к концу 2024 года инфляция по России в целом должна упасть до 6,5-7%, а в 2025 в интервале от 4 до 4,5%. Как говорится, поживем, увидим. Татьяна Голубева, День Столка.